Здравствуйте! В эфире Астана онлайн программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. Национальная картинная галерея Астана, которая исполнился ровно год с момента создания, обладает всеми возможностями стать еще одной визитной карточкой столицы. О том, какие творческие проекты были за это время реализованы и многом другом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, первым заместителем директора Национальной картинной галереи Оскаром Касымовым. Добро пожаловать, Оскар, в нашу студию! Здравствуйте! В начале беседы, по традиции, я предлагаю посмотреть сюжет и затем поговорим поподробнее. Алия Сарсенова с детства интересовалась творчеством Сальвадора Дали, Ван Гога и Пабло Пикассо. Окончив школу, она, не задумываясь, выбрала профессию художника. Сейчас Алия работает экскурсоводом Национальной картинной галереи. И вот уже целый год она знакомит людей с высоким искусством. В нашей галереи существует уже год. В нашей галереи экспонируется 7 залов. Сейчас мы с вами находимся в атриуме. Стены атриума расписаны фрагментами петроглифов. Это археологические памятники изобразительного искусства, найденные с помощью нашего археолога, доктора исторических наук Денулы Самашева. Также в центре атриума установлена инсталляция древа жизни, которая символизирует связь между поколениями художников. Вместе с тем разветвленность означает многонациональность нашего государства. Одним из основных залов является зал живописи, где представлены произведения художников-классиков. Среди них работы мастеров кисти Абельхана Костеева и Аубакира Исмаилова. Перед вами яркие, насыщенные полотна Аубакира Исмаилова. Он был не только талантливым живописцем, но очень многогранной и творческой личностью. Его интересовали многие виды искусств. Он был и танцором, хореографом, балетмейстером, режиссером, актером и фольклористом. В этот день посетителей картинной галереи ждал еще один сюрприз. Вниманию любителей искусства был представлен новый зал современного искусства Казахстана. В этом зале представлено свыше 70 работ, которые отображают изменения, произошедшие в 80-х годах в изобразительном искусстве Казахстана. То есть представлены работы художников, которые своего рода являются новаторами и экспериментаторами. Особый интерес у собравшейся публики вызвало творчество молодых художников, которые писали портреты посетителей. Оскар Хусаинович, Национальная картинная галерея была создана ровно год назад, весной прошлого года. Давайте вспомним, как она открывалась и кто стоял у ее истоков. Мы созданы на базе бывшего Назарбаев центра. Было создано указом по указу президента по становлению правительства 28 марта 2014 года. Какие крупные творческие проекты были реализованы за этот год? Какие можем подвести первые итоги? Галерея состоит из основных трех блоков. Это сама непосредственно галерея, которая имеет пять этажей, библиотека и концертная служба с концертным залом. Штат галереи, Национальная картина галереи Астана – это 269 человек. В самой галереи у нас находится более 6000 квадратных метров. Это площадь экспозиции. В фондах у нас хранится более 5000 картин. Если говорить про библиотеку, то в библиотеке у нас на сегодняшний день более полумиллиона экземпляров книг. Если говорить о книгах, которые касаются непосредственно искусства, изобразительного искусства, у нас порядка 120 тысяч экземпляров. Оскар Хусейнович, я знаю, что изначально, когда создавалась Национальная картинная галерея, то она планировалась как научно-исследовательский центр по изучению истории изобразительного искусства Казахстана. Вот какая работа ведется именно в данном направлении? Совершенно верно. У нас галерея намного профильная, и одно из направлений – это научно-исследовательская работа. Занимается этим научно-исследовательская лаборатория, которая ведет работу по изучению творчества художников, которые у нас находятся в нашем распоряжении нашей галереи. Также идет сбор информации о этих художниках, о этих произведениях. А вот скажите, Оскар Хусейнович, насколько на сегодня изучена вообще история изобразительного искусства Казахстана? Ну, это такой глобальный большой срез, его изучить практически за короткий промежуток времени невозможно. Его можно изучать постоянно. Это процесс, который… он не статичный. Поэтому что-то узнаем то, что не знали, что-то изучаем. В Национальной картинной галереи существуют постоянные экспозиции. Я знаю, что они построены на специальной научной основе. Вот скажите, какие экспозиции у вас постоянные, и как они располагаются? Совершенно верно. У нас есть шесть залов, в которых экспонируются картины. Вот сейчас седьмой мы готовим. Значит, из них вот один временных экспозиций. Вот постоянные и временные экспозиции, все это обязательно проходит через научный совет, через методический совет. Обязательно это все обрабатывается. Именно какая картина, почему именно эта картина представлена, в каком, скажем так, временном срезе или в какой последовательности. Это для того, чтобы, придя посетителю в картинную галерею, не просто посмотрел картины и что-то, он уже может подойти, уже с каким-то, ну, задаться вопросом, почему именно эта картина, почему этого художника. Вот, в общем, и я хочу сказать, что на этих даже постоянные картины, наши экспозиции, они все равно иногда трансформируются. Иногда заменяются картины, когда либо приходят новые... То есть выставки постоянно обновляются новыми произведениями, новыми именами. Да, не так, может быть, быстро, как сказать, там, в течение недели, месяца, может, где-то в течение полугода. Но всегда сохраняется концепция, сохраняется вот эта научная основа, почему именно эта картина попала именно в этот зал, в эту экспозицию. Ну, вот вы сами сказали, что в Национальной картинной галерее представлены более пяти тысяч работ живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Расскажите, пожалуйста, о самых ценных экспонатах галереи. Мы, конечно, стараемся и отбираем самые лучшие. Но лучшими у нас являются наши классики или наши научные концепции, которые подходят. Вот это там известные художники, там, Костеев, Тахлудов, Сидоркин, Исмаилов. Но можно перечислять еще очень много наших великих художников, классиков, которые уже, несмотря на то, что, в принципе, все относительно, конечно, прошло время немного, но уже они стали классиками. Это первые художники, которые учились в России. То есть самые первые профессиональные художники Казахстана? А вот скажите, как эти работы попали к вам? Основными источниками наших фондов являлся это Назарбаев Центр и Музей современного искусства города Астаны. Это вот основные наши источники. Ну, нам также передали несколько картин, около 70 картин нам передали в музее Костеева Алматы. Вот я знаю, что вы сейчас ведете переговоры с дочерью художника Убайкира Исмаилова. Она планирует передать в дар галерее около 100 работ своего отца. Вот скажите, когда вот именно гости, жители столицы смогут увидеть эту экспозицию и какие работы будут представлены на ней? Ну, совершенно верно. Сейчас мы ведем с дочерью художника Убакира Исмаилова, Гулиапай, как мы ее называем, Любя. Значит, у нас есть... Это была чья вообще инициатива? Ваша или же ее? Это она выбрала. Она выбрала именно нас. У нее была возможность разместить эти картины в Национальном музее. Но по своим соображениям она решила эти картины, во-первых, открыть зал. Мы решили открыть зал на пятом этаже. У нас будет посвящено творчеству Убайкиру Исмаилова. Сейчас идет процесс ремонта. То есть вы готовите помещение? Мы готовим зал, потому что там она хочет пригласить спонсоров, которые оплатят там специальное освещение, которое будет профессиональное, скажем так. Под именной зал вы предоставляете целый этаж. Да. И у ценителей изобразительного искусства появится такая уникальная возможность посмотреть самые такие ценные работы Убакира Исмаилова. Убакира Исмаилова – это классика наша, это аквалиарист, у него замечательные работы. Акварель – это вообще очень, скажем такое, сложное искусство. Многое зависит от цвета. Поэтому Галиопая очень большое внимание уделяет освещению, освещенности картин. Сама она будет участвовать непосредственно в расстановке, в экспозиции, как преподать эту картину, как ее осветить. Возможно, она даже что-то будет там, какое-то будет объяснение этой картине, какое-то сопровождение. В общем, мы сейчас ведем работы в этом направлении, вплотно сотрудничаем. Скажите, как часто работы известных художников передаются в дар? И какие работы были переданы в фонд Национальной картинной галереи? Ну, я скажу, что это всегда происходит нечасто. Это, вернее, всегда это уникальное явление. Это передать картины в дар безвозмездно, это что-то движет этим человеком. Потому что можно их продать, допустим, на сегодняшний день, это картины востребованные, могут купить бизнесмены, повесить у себя дома. И, так сказать, какое-то своеобразное вкладывание денег, это инвестирование. Картина дешеветь не будет в любом случае. Поэтому такие случаи происходят очень редко. А как часто вы сами приобретаете у коллекционеров действительно уникальные, ценные произведения искусства? Ну, у нас опыта нет еще приобретения. Скажу, мы вот только работаем год. Но, в принципе, мы планируем и хотим, чтобы именно как раз-таки наша научная лаборатория занималась и изучала. И вот наши научные советы, методические советы, они определяли, то есть вообще делали оценку. Вот что можно определить, что такое вот эта картина, имеет она ценность. Вот что это определяет, как это определить. Вот нам нужно это обоснование. И тогда уже мы после этих всех советов, после всей этой научной исследовательской работы уже будет определяться ценность картины. И, возможно, будет закупаться. Планируем, но сейчас пока у нас такая работа не ведется. Хотя мы к ней готовимся. Это долгий, длительный процесс. Вообще нужно иметь специалистов таких, которые могут делать оценку этим картинам. Которые определяют стоимость, определяют, скажем так, культурную ценность. И вообще ценность для государства, нужно ли это, для чего это. Ну, тоже вот вы правильно сказали. Очень важно определить оригинал и подлинность картины. Поэтому это большая работа, которая... А есть ли у нас в этой области такие опытные специалисты? Я знаю хороших много художников, знаю специалистов, но я знаю, что они профессионально этим сейчас не занимаются. Они занимаются другой работой, они рисуют, они руководят. Но перед ними такая задача не ставилась. Я думаю, что если поставить... То есть эта необходимость возникает именно сегодня? Да, это возможно. Может, раньше не было такой необходимости, этим никто не занимался? Так вопрос, да, не стоял, чтобы это было на государственном уровне, чтобы это закупалось именно для государства, на государственные деньги. Может быть, они давали рекомендации частным каким-то инвесторам, каких-то частных художников там. Может быть, давали рекомендации, но чтобы закупалось так, пока еще я не знаю. А вот, Оскар Хусаинович, мы говорим о том, что в будущем Национальная картинная галерея, да и сегодня уже понемногу становится одной из визитных карточек столицы. И я думаю, что у галереи очень много посетителей. Нарисуйте портрет постоянного посетителя вашей галереи. Кто он? Мы открылись скромно, тихо, открыли двери, объявили, сказали, мы открыты. И, в общем-то, к нам посетителей не было так, чтобы прям потоком люди шли. Люди просто узнают, слышат, что есть, да, вот существует такая галерея. Вот если среднего посетителя определить, я вот не могу это, как сказать, ну, вернее, сейчас могу ошибаться, но потому что... Ну, кто в основном посещает вашу галерею? Разные слои населения. Значит, чтобы сказать, что бабушки и школьники, я так не могу. Чтобы сказать, что вот вся элита, бомонд, ну, скажу, что очень много иностранцев. Они удивляются, что почему вы нигде не говорите, что есть такая галерея, что есть куда прийти, посмотреть. А у вас есть же свой сайт? Есть сайт, есть, ну, в соцсетях мы представили, Инстаграм, Фейсбук. Но мы сейчас работаем над этим. У нас есть отдел маркетинга, связи с общественностью, поэтому мы работаем с посольствами, работаем с туристическими агентствами. Но сейчас вот планируем, сейчас, когда начнется более теплое время, когда количество туристов увеличится, мы хотим пригласить. Тем более, что мы работаем-то на безназмезной основе. То есть у нас вход бесплатный, абсолютно. И в каком режиме работаете? Режим работы у нас только понедельник, выходной. Все дни рабочие с 10 до 6 вечера. Вы начали рассказывать о том, с какими культурными учреждениями Казахстана вы сотрудничаете. И, в частности, у меня возникает вопрос. С какими галереями, музеями мирового значения вы работаете или налаживаете контакты? У нас ведется работа. Наш директор Лейла Махат сейчас находится за границей, в Австрии. Она ведет большую работу именно с этими галереями, музеями, которые известны во всем мире. Там не только в Австрии. Там она из Англии. Насколько я знаю, мы с ней переписываемся, общаемся. Она ведет очень большую работу. То есть это сейчас идет подготовительная работа. Потому что перед тем, как что-то получилось в виде какого-то законченного продукта, идет большая работа по переговорам, по встречам, по каким-то... Они же тоже должны узнать, кто мы такие. Про нас они еще ничего не знают. Поэтому мы должны о себе заявлять. Мы должны как-то с ними работать. Им должно стать интересно с нами работать. Когда они это узнают, ну, сейчас идет эта работа. Когда они это поймут, они начнут... Ну, сейчас вот я хочу сказать, что, допустим, посольство Турции к нам обращается к столетию Первой мировой войны. Они сейчас хотят открывать... Ну, правда, это фото-выставка, но все равно они именно к нам пришли. Сейчас посольство Болгарии к нам обратилось. Там художники Киргизии, которые в своих работах отображали тему Болгарии. Это они к нам сейчас обратились. Мы сейчас тоже рассматриваем эти вопросы. Этот год для Национальной картины галереи был ознаменован открытиями новых залов, скульптуры и графики. Скажите, какие уникальные работы представлены в экспозициях сегодня и как пополняются фонды? Работами каких графиков? Там были представлены работы таких известных художников уже, классиков, как мы говорим, Ульфорус Исмаилова, Айша Галимбаева. Ну, очень много художников. При Национальной картины галереи работают творческие студии. Вот привлекаете ли вы туда юных талантов? У нас есть просветительская служба. Значит, там на сегодняшний день занимается около 160 детей. И в том числе, не в том числе, а еще около 25 инклюзивных детей. Работы ведутся по изобразительному искусству, по теории искусства. В каком возрасте можно приводить ребят в ваши творческие студии? И вообще, как правильно, в каком возрасте нужно начинать ребенку рисовать и работать именно с профессионалами, художниками? На ваш взгляд. На мой взгляд, ребенка, чем раньше приведете к педагогу заниматься лепкой, рисованием, тем лучше для развития моторики, для развития восприятия цвета, для создания композиции, для более таких тонких работ, тем лучше. Потом, если прививать именно правильный вкус, то, на мой взгляд, будут появляться желания, умения и хотения более прекрасного. Потому что формирование вкуса – это наша задача тоже. Привить людям, что является ценным, что является красивым. Как определить красоту и сказать, это красиво, это некрасиво? Как? Это же прививается вот именно этой работой, где… И с малых лет. Да, и с малых лет, и когда они видят именно работы настоящих художников, настоящих мастеров, и они понимают, что это эталон, к этому надо стремиться. Асхар Хусаинович, я благодарю вас за то, что вы уделили время, пришли к нам в студию, рассказали о Национальной картинной галерее. Желаем вам успехов и процветания, чтобы на ваших экспозициях было очень много интересных, уникальных работ, известных художников. Ну, а телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был первый заместитель, директор Национальной картинной галереи «Астана» Оскар Касымов. Нашу программу вы также можете посмотреть на сайте bmtv.kz. Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время.